Экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. Всё это ждало Люберчан в ночь музеев. Какую программу подготовил музейно-выставочный комплекс, расскажут мои коллеги. Ещё в 18 веке русские дамы изучали искусство использовать веер не только по прямому назначению, но и в галантных целях, передавая с помощью аксессуара свои чувства и настроения. Правой рукой прикоснулась веером к левой щеке, она сказала кавалеру нет. Если она это сделала наоборот, левые, правые щеки, она сказала кавалеру нет. Лекция «Искусство владения веером» вызвала интерес у посетителей музея. Для тех, кто увлекается историей космонавтики, подготовили тематическую экскурсию. Рассказали об основоположниках космонавтики, о животных, побывавших в космосе, и почему полёт первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой уникален до сих пор. Она первая в истории мировой, до сих пор остаётся первая женщина, командир корабля. Она подняла корабль, она его пустила, она решала все вопросы сама. В выставочном зале «Музыкальный вечер Елены Петровой». Больше 20 лет пианистка работает в детской школе искусств номер 3. Зрители услышали 10 авторских произведений. Галерея пригласила меня, и я с удовольствием сегодня даю свой первый авторский концерт. Зрители тепло, принимали замечательно, радушно, очень тепло и искренне. Ещё одна локация – художественная выставка «Грани XX века», которая открыта до конца мая. Здесь представлено более 40 живописных работ люберецких художников. Многие картины выставляются впервые. Перед вами картина – это завод имени Ухтомского, приезд Фиделя Кастро. И заводчане тут, все конкретные люди, все конкретные лица. Художник написал, и, конечно, директор предприятия. Теперь он Павлович Попов, герой соцтруда. Очень доброжелательное лицо Фиделя Кастро. Побыла на концерте, побыла немножко на экскурсии. У меня большие-большие эмоции. Вообще мне очень нравится наш музей. Я считаю, что это один из лучших. Было очень душевно, тепло и приятно было пообщаться со всеми. Акцию «Ночь музеев» Люберецкий музейно-выставочный комплекс провел десятый раз. Ее посетили несколько сотен человек. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.